Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ксения Колесниченко. Я программист компании BI Consult. И мы будем с вами сегодня выполнять задание 10 дня марафона Data Yoga по ClickSense. Ребята из Data Yoga остаются верны себе. Мы видим, что открыв приложение, все, что мы видим, это пустоту. Нет даже ни одного листочка, что вполне логично. Но чем мы занимаемся? Мы изучаем модель данных. Выбираем просмотр модели данных. И видим, что у нас появилась вот такая замечательная табличка. Она у нас маленькая, мы ее увеличим. Ctrl плюс колечко мышки. Открываем табличку. Кто предпросмотр не видит, может щелкнуть по нему. Мы видим, что у нас здесь есть регионы. Регионы, траты, зарплаты, месяц, год и дата. Вот так оно идет. Читаем задания и приступаем к их выполнению. Нам необходимо создать фильтры регион месяц год и сводную таблицу с измерениями точно такими же и мерами по суммарным зарплатам и средним тратам. Мы идем, создаем новый лист. Изменяем его. Идем в раздел диаграммы. Выбираем фильтр. В качестве измерения у нас пойдет год, месяц и регион. Мы сделаем фильтр поменьше. Обращаю внимание, что в некоторых случаях требуется возможность выбора, например, только одного года. Для того, чтобы выбрать только один год, мы идем в перечень полей. Жмем правой кнопкой мыши по полю, например, год. Выбираем параметры поля и ставим галочку или убираем галочку о том, чтобы применялось только одно выбранное значение. Жмем сохранить. Теперь нам необходимо создать сводную таблицу точно с такими же полями. Год, месяц и регион. Мы идем в раздел диаграмм. Выбираем сводную таблицу. И выбираем год, месяц, регион. А в качестве мер необходимо выбрать суммарные заработные платы и средние траты. Продолжение следует... Пункт второй. Создайте KPI с суммарной средней зарплатой по всем регионам за 2017 год. И сверьте корректность со сводной таблицей. Ну, чего же. Мы выбираем KPI. Выбираем меру. Мы считаем среднюю зарплату. Суммарную. Но не простые. Нам необходимо взять 2017 год. Значит, мы применяем модификаторы. Сначала фигурные, потом угловые. Здесь еще, может быть, значки. Но нам сейчас нет необходимости. Год выбираем равняется 2017. Ну, давайте вспомним. У нас есть еще фильтры. Какие? В принципе, существует год, месяц, регион. Нам необходимо, чтобы суммировались данные по всем регионам, да? Но только за 2017 год. А про фильтр месяц нам ничего не сказано. Да? Поэтому мы его игнорируем. Ну, теперь смотрим на результат нашей работы. Так. Ну, вот мы давайте сравним данные за 2017 год. Что будет, если мы выберем 2015 год? Если мы выберем 2015 год, в сводной таблице останется размер заработной платы только за 2015 год, а суммарная зарплата за 2017 останется прежней. Если мы выберем 2017 год, мы увидим, что цифры абсолютно верны. Если мы выберем регион, например, Алтайский край, мы увидим, что суммарная зарплата изменилась. И точно так же, если мы раскроем полностью нашу таблицу, мы увидим, что у нас данный здесь только Алтайский край. Да? Мы можем вот так вот перестроить страничку, и так и увидим. А теперь давайте попробуем поэкспериментировать с месяцами. Ну, вот, например, Алтайский край, год и месяца данные. Выбираем, например, август 2017 года. Мы видим, что здесь проигнорировано в KPI, полностью проигнорирован месяц. Ну, потому что мы такое значение задали. Регион мы не игнорируем. Год у нас всегда взят один и тот же 2017 год, а месяц у нас всегда как будто бы его и не существует. Да? Третий пункт звучит так. Создайте KPI со средними тратами по Москве за август 2015 года. Сверьте корректность со сводной таблицей. Ну, берем KPI. Добавляем меру. У нас идет среднее, это average траты. Правильно? Но мы берем не просто средние траты, а траты с модификаторами. Что мы пишем в этих модификаторах? Мы пишем, что регион должен равняться значению Москва. А еще месяц должен равняться значению август 2015. Еще один важный момент. Нам необходимо, чтобы у нас игнорировался год. Потому что если мы будем одновременно выбирать месяц август 2015, то у нас возникнут проблемы с выбором года. Обращаю ваше внимание, что мы не можем выбрать вот такой вариант, просто пустые фигурные скобки. Потому что в подобном случае программа будет воспринимать данный синтексис как пустое значение поля год. Так, приводим в надлежащий вид. Так, средние траты, в скобочках, Москва, август 2015. Чисел. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас выбран регион, очистим фильтры. Мы можем выбрать первым, например, регион Москву. Ну, месяц август 2015 года. Ну, видим, да, 3259. Посмотрим, что будет, если мы выберем другой регион. Например, добавим Алтайский край. Но если мы добавим Алтайский край, ничего не меняется. А если мы, например, уберем Москву и оставим Алтайский край, мы увидим, что у нас KPI по цифре август 2015 года средней траты в Москве не меняется. А если мы выберем, ну, я не знаю, применим какой-то другой фильтр, там, 2017 год, то тоже этот фильтр вообще проигнорируется. Так, возвращаемся на исходный экран и выбираем, переходим к четвертому. Четвертое задание звучит так. Создайте KPI, который будет считать долю выбранного в фильтре региона от общего объема зарплат. Для более корректного понимания показателя выберите также месяц. Проверьте корректность с расчетом на калькуляторе при сброшенных фильтрах. Доля будет 100%. Ну, мы снова выбираем ключевой показатель. Снова пишем меру. Да, мы считаем две зарплаты. В числителе у нас должна быть та заработная плата, которая у нас с учетом фильтров, а в знаменателе у нас должна быть зарплата, которая считает все регионы. Да? То есть она применение фильтра не учитывает. Значит, пишем числитель. Ну да. Мы помним, что если у нас применен вот такой числитель, ну, вот такая формула применена, то если мы применим фильтр, выберем, например, Москву, то цифра изменится. А в знаменателе у нас должны быть сумма по всем регионам вне зависимости от того, какой фильтр выбран. поэтому здесь мы пишем модификатор, который игнорирует поле регион. жмем применить. Назовем показатель доля выбранного региона, наверное, доля объема зарплат. Выбираем процентные. Ну, конечно, не совсем правильно доли называть процентами. нажмем готово. Начинаем наши эксперименты. алтайский край, да, например. линомер, амурская область. Ну, собственно говоря, мы можем здесь регион поставить на первое место, да, для удобства. Ну, можем видеть, да, что у нас изменяются показатели. Давайте проверим это. например, если мы выберем другую, ну, алтайский край, мы сразу же увидим, что значение изменилось. Или, например, выберем несколько регионов и увидим, что чем больше регионов мы выбираем, тем больше растет доля от общего объема зарплат по выбранным регионам. А, например, если мы выберем поле год и снимем поле с региона, мы увидим, что доля от общего объема зарплат 100%, так как нас и предупреждали. Или, например, выберем какой-то месяц или несколько месяцев, то же самое увидим. Ничего не меняется. Мы можем оставить только, например, ну, например, можем снять фильтр с месяцев и выбрать только один. Да, мы видим, что у нас доля от общего объема зарплат не меняется, если мы применяем фильтры по периодам, но меняются, если они если применяем фильтр по регионам. Ну, так. Переходим к выполнению следующего задания. Прежде чем перейти к выполнению пятого задания, я хотела бы объяснить порядок формирования формулы, которая предложена ребятами из Дата-йога. Да, пятое задание от нас чего требует? соотношение показать, ну, построить соотношение, которое будет показывать долю зарплат данного региона от общего объема в месяце. Да? И если мы посмотрим на формулу, которую сделали ребята, да, что мы увидим? мы увидим, мы увидим, что они предложили считать так. Они построили соотношение двух зарплат, да, но в total ввели ограничения по году и месяцу. я для вашего удобства построила еще одну табличку. Ну, здесь таблица с фильтрами, она точно такая же, как и на предыдущих листах. А вот необходимая для нас таблица для того, чтобы понять, что, ну, как вообще считаются total. это очень важный раздел. Все мы знаем, что важно считать все эти доли, поэтому я вам объясню, где, что у меня стоит, какая формула. У нас есть меры. Первая мера это зарплата, это сумма по всем зарплатам. Да, по сути, это числитель нашей формулы. Следующая формула, это знаменатель той формулы, которую предложили ребята из Data Yoga. Посмотрите. Да, это сумма, где подсчитаны тотальные значения с ограничением по году и месяц. Итоговые значения по зарплате. В следующем столбце ограничения есть только по году. в следующем только по месяцу. И в самом последнем тотальные значения ничем не ограничены. Это просто суммирована вся заработная плата. Также для вашего удобства я поставила суммарное значение итоговое. Чтобы сделать итоговое значение, нам нужно подойти к самому высокому уровню измерения, раскрыть его и поставить переключатель на включенное значение показать итоги. суммарное 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 что считает. Вот здесь, где размер фактических зарплат, мы видим, что зарплата за 15-й год была 25 миллионов, дальше 28 и так далее. И суммарное значение за все года получились 112 миллионов рублей. Мы видим, что в значении без года и месяца у нас стоят суммарные значения 112 миллионов рублей. Давайте попробуем применить фильтр. Для нашего удобства, просто если мы будем раскрывать все значения, то получится слишком много субъектов федерации будет не разобраться. Я предлагаю Алтайские края и Амурскую область, они первые, и месяц августа 15 и сентябрь 15 года. Мы видим, если мы все раскроем, мы видим, что в 15 году в августе в Алтайском крае заработная плата была 15 тысяч, в Амурской области практически сумасшедшие деньги, 27 тысяч рублей, и примерно то же самое было в сентябре следующего года. Мы видим, какие значения где считаются. Если мы посмотрим на суммарные значения, мы уже видим, что за весь этот период было в двух субъектах федерации за два месяца было выплачено 86 миллионов 494 тысячи рублей. Мы видим, что в последней графе, где у нас только total, вообще без каких-либо ограничителей, у нас везде стоит 86 1494 рубля. То есть, если мы будем считать соотношение суммарной зарплаты с ограничением по августу 15-го года за Алтайский край, у нас будет считаться соотношение 15 791 рубль к 86 тысячам рублей. Вот здесь это будет считаться. Если мы пойдем рассматривать значение дальше, мы увидим, что значения за год и месяц считают как они группируют? Они группируют значения только за конкретный помесячный. Здесь 43 тысячи рублей за весь месяц август 15-го года заработано, а здесь 43 тысячи 71 рубль. Да? Это если у нас введены модификаторы, как у ребят из Data Yoga. Если мы оставим только год, то естественно значение получится очень неудобно, получится 86 тысяч. Они будут показывать годовое значение, нам это неудобно. Нам нужно, чтобы учитывался еще и месяц. и вот мы подбираемся к неудобному моменту. Мы видим, что ограничения в год месяц и месяц показывают одно и то же. Нам это не то, что нам нужно. Чтобы разобраться с этим, достаточно добавить август 16-го года. Давайте тоже сентябрь 16-го года. Мы раскроем значение и увидим, что показывает, чем отличаются данные с ограничением по году месяцу от ограничения только в месяц. Мы увидим, что годовые значения показаны некорректно. они показывают данные за оба года. А все почему? Потому что у нас в данном случае не 12 месяцев. Если мы еще раз откроем модель данных, мы увидим, что у нас месяцев 47 штук. Потому что он воспринимает данные вообще январь 15 года, январь 16 года, это для программы два разных месяца. Поэтому если мы вернемся на наш второй лист, мы увидим, что здесь будут считаться некорректные значения. Собственно говоря, какой мы делаем вывод? Что в угловых скобках, то, что находится в угловых скобках, это действует на измерение, и год, это то, что относится конкретно к выбранному году, при какой бы то ни было группировке. Соответственно, нам нужно применить и год, и месяц. Что еще важно учесть? Есть такое наблюдение, что в total нельзя ставить ограничения по более позднему периоду, чем по более позднему полю, чем без более раннего. То есть вот у нас идет последовательно год, месяц, регион. Мы можем в таком случае просто формулы начинают косячить. Мы можем поставить ограничения в total, мы можем не ставить ограничения в total, мы можем поставить ограничения год, мы можем поставить ограничения год и месяц, но мы не можем поставить ограничения только месяц, потому что иначе у нас пойдут корявые цифры по году. Точно так же мы не можем поставить ограничения регион без года и месяца. Мы можем ставить ограничения либо год, либо год-месяц, Либо год, месяц и регион. Да? Последовательно. Так. Ну и, соответственно, возвращаясь на предыдущую страничку, да? Я ее немножко изменила для того, чтобы было удобнее показывать, да? Так. Мы снимем сейчас все фильтры. Мы поставим ту формулу, мы поставим ту формулу, которая у нас учитывает оба ограничения. Мы будем считать в знаменателе, в числителе у нас будет просто суммарная заработная плата, а в знаменателе у нас будет тотальное значение за год и месяц. Мы также поставим формат данных числовой и выберем проценты. Таким образом, мы сделали пятое задание. Ну что ж, перейдем к шестому заданию. Оно звучит так. Создайте KPI, который будет выводить максимальную сумму трат в год за весь период. Сумму, то есть, сумму трат за тот год, когда эта сумма была максимальная. Ну, давайте освободим немного места. Добавляем KPI. Добавляем меру. вы видели уже, наверное, если вы решили посмотреть, как эту задачу решить, вы, наверное, посмотрели уже в ответы, которые сделали ребята из Data Yoga. применена функция Агр в сочетании с максимизацией. Вообще, чтобы понять, как применять такие функции, вы можете еще почитать справку в Кликсенсе по агрегированию. Просто набрать Агр Кликсенс. И почитать про базовую функцию агрегирования. Там они есть в скрипте загрузки, есть в выражениях диаграмм. Ну, вы там сможете найти важную информацию. Вот смотрите, мы пишем, пока что мы опустим Макс, мы применяем функцию агрегирования с суммированием. Мы указываем, что мы суммируем наши траты. Это мы указываем с использованием функции сам. Используя вот в этой большой длинной функции слово агр, мы указываем, что мы эти траты, мы их не только суммируем, мы их еще разделяем. И разделяем мы их по измерению год. то есть вместо одной суммы, да, по всем значениям, как если бы у нас был бы просто сумм сам траты, да, если бы у нас было просто так, да, у нас была бы одна цифра, а здесь у нас появляется несколько цифр благодаря использованию агр и год. Да? И цифр этих будет столько же, сколько у нас имеется годов, то есть это будет 15, 16, 17, 18, 4 года. Да? И при этом каждому году будет соответствовать своя сумма трат. Все они в сумме будут давать сам траты. Да? Но у нас есть еще одна задача. Нам необходимо, чтобы у нас из этих четырех цифр была выбрана та, где значение будет максимальным. Поэтому мы используем также max. И получаются те самые базовые функции агрегирования в выражениях диаграмм. Да? У нас получается миллион пятьсот семьдесят. Напишем максимальные траты. как это будет работать на практике. Вот у нас есть годы, да? Мы можем выбрать пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. Да? Мы видим, что максимальные вот за эти три года были в размере миллион 569. Возьмем восемнадцатый. Ничего не изменится. Но если мы уберем пятнадцатый, то есть выбираем из шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, мы видим, что вот там есть какая-то другая сумма, которая идет вторая по большинству. Вот так. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok